В связи с постоянным потеплением в центральных районах России начали появляться очень опасные ядовитые пауки, которые раньше встречались только в южных регионах России и в республиках Торстан, Казахстан и так далее. И теперь даже в центральных регионах России и даже в Москве можно встретить смертельно опасных ядовитых пауков. Об этом наш сегодняшний топ. Желтый паук Сак. Его еще называют золотистым или золотым, но последствия встречи с ним могут быть очень опасными. Не такой уж он и золотой паучок. Встречается он преимущественно в Европе, но недавно начал появляться и в России. Он строит себе домик наподобие мешка, вытянутого как труба. Их укусы всегда опасны. После них появляется сильная боль и развивается некротическая рана. Желтый паук может укусить только из-за ощущения опасности. Поэтому обязательно запомните, как он выглядит и не взлите его при встрече. Сальпуга. Невероятно быстро обитает в Волгоградской, Астраханской области и Калмыкии. В принципе не ядовит, но опасаться его укусов стоит, так как при укусе может в рану попасть инфекция, рана загноится. И это приведет к очень неприятным последствиям. Аргиопа. Живет на юге России и в Поволжье. Живет Аргиопа на юге России и в Поволжье. Укусы Аргиопы опасны для человека. Они могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, которая может привести к отекам, нарывам и даже нафилактическому шоку. Тарантул. На вид очень страшный паук. Ну и укус его не страшнее укуса осы или шершня. Сопровождается мгновенным улучшением самочувствия и аллергической реакции. Поэтому к врачу обратиться все-таки следует. Распространен тарантул в Средней Азии и также обитает на территории России. И даже в Сибири. Самый страшный и опасный паук в России это каракурт. Еще его называют степным пауком. Еще его называют черной вдовой. Его яд 15 раз токсичнее укуса ядовитой гремучей змеи. Он проживает на Урале, на Северном Кавказе и даже в Подмосковье. Если вас укусил каракурт, то вам нужно немедленно прижечь место укуса тремя спичками и сразу же обратиться в больницу за медицинской помощью. И тогда возможно все обойдется. А в прошлом конкурсе победил Грэг Ди. Мальчик делающий офигительные маски из бумаги. С чем я его и поздравляю. Он заслуженно выиграл 100 рублей и уже получил их себе на счет мобильного телефона. Я надеюсь вам понравился сегодняшний выпуск. Берегите свое здоровье и опасайтесь пауков. Если увидите необычного паука, не надо его брать в руки. Пытаться поймать. Это может привести к очень опасным последствиям. Продолжается конкурс на 2000 на моем канале. Победитель 2 апреля получит 2000 на телефон или счет вебмани. Условия быть подписанным на канал, быть подписанным в группу в контугте, быть самым активным, оставлять комментарии, участвовать в конкурсах. И вас ждет удача и успех. А теперь новый конкурс. Угадайте, что я изображен на этой фотографии. И вы получите 100 рублей на мобильный телефон или счет вебмани. Прямо сегодня. Всем счастливо, всем пока.